Эта лесополоса довольно оживлена в любое время года. По ней ходят местные жители купаться на пруд и дачники. Здесь рядом расположен дачный кооператив. Однако, несмотря на оживленность, находиться здесь в одиночестве оказалось опасным. Именно по этой посадке шла 23-летняя девушка. Она работала здесь же, на текстильном производстве, и после работы направлялась на собственную дачу, которая располагается неподалеку. Вот только до участка девушка так и не дошла. Примерно посреди пути на нее напал мужчина с ножом. Мотив преступления, как со слов самого обвиняемого нашего, в отношении женщины, которую он убил, это внезапшие возникшие личные неприязненные отношения, ввиду того, что находясь в лесополосе в состоянии алкогольного опьянения, данная женщина увидела его и начала высказывать претензии по данному факту. А в отношении второй женщины, которая осталась, к счастью, жива, мотив преступления – это сокрытие первого преступления. То есть он подумал, когда вышел из лесопосадки после того, как совершил убийство первой женщины, о том, что его действия были замечены посторонним лицом, как раз второй потерпевший, в связи с чем и решил убить ее. Это только потом она узнала, что чуть не погибла из-за того, что преступник решил, будто девушка могла видеть, как он зарезал женщину часом ранее. И наверняка злоумышленник довел бы задуманное до конца, или же его жертва скончалась бы от кровопотери, если бы не счастливый случай. Именно в те минуты двое местных ребят шли купаться, и путь их лежал как раз через посадку. Мы шли купаться, был относительно теплый день, мы решили открыть сезон купаний. Мы обычно здесь ходим по тропинке, самая короткая дорога. Мы как обычно шли, сначала мы услышали вдалеке какие-то крики, мы не поняли, что особо такого. Потом увидели два силуэты, и уже крики отчетливые, помогите, девушка кричала, помогите. Мы рванули без крика, без всего. Преступник нас или увидел, или услышал, у меня в кармане телефона музыка играла. Или услышал, и рванул вот сюда, в эти кусты, в этом направлении. Мы подбежали, я побежал за ним. Я когда пробежал несколько метров, уже не увидел его, куда он дальше побежал, направился. И я вернулся обратно. Тут мы уже узнали, что у девушки ножевое ранение, кровь шла из левой стороны груди. Испуга, признались, ребята, не было. Осознали, насколько серьезной опасности подверглись только потом. Помочь надо человеку. Не просто так же он будет, помогите кричать. Но мы как-то, не знаю, всякие задние мысли побежали вперед помогать. Даже мысли не было убежать. Не знаю, не был страх. Единственный страх был, это то, что он может вернуться. Ну да, когда я здесь один остался, особенно, я, получается, спинок этим кустам находился, когда я держал рану. Я оглядывался, конечно, но все равно, да, присутствовало это ощущение. Ребята, друзья с самого детства, несмотря на юный возраст, сделали все очень грамотно. Вызвали скорую и полицейских. Побежали встречать и тех, и других. Зажали рану, из которой хлистала кровь тряпкой. И все эти действия стали спасением для девушки. Как они догадались, сориентировались, сообразили в той ситуации, в которой растеряться мог бы даже взрослый, сами не понимают. Я начал снимать футболку. Мы когда думали сначала, что у нее рука ранена, мы хотели ее как-нибудь перевязать, чтобы кровь более-менее остановить. Оказалось, нет, там оказалась грудь. Данилка уже все понял, что тут нечего перевязывать. Он начал сразу скорую уже вызывать. И тут я остался один, я взял какую-то тряпку из каких-то сумок, просто, не знаю, первопопавшуюся. Взял и начал ее держать рану. Данилка тем временем побежал встречать всю эту скорую. Данила и Вадим получили благодарности Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. На вопрос о будущей профессии Данила пока не дает точного ответа. Он только закончил 10 класс. А вот Вадим уверен, что хочет стать сотрудником ФСБ или работать по профессии в сфере МЧС, которую он сейчас получает в колледже. Преступника задержали спустя некоторое время. В отношении него возбуждено уголовное дело. После того, как был проведен осмотр мест происшествия, проведены первоначальные следственные действия, было установлено, что действительно данным человеком, было установлено лицо, причастное к совершению данных преступлений. По оперативным данным, данное лицо после совершения преступления скрылось в Калужской области, потому что он там был зарегистрирован, и там проживали его близкие родственники. То есть он поехал к близким родственникам. После чего в Калужскую область непосредственно выдвинули сотрудники уголовного розыска, где он был задержан в лесу. То есть он скрывался в лесу в Калужской области. Вину мужчина полностью признает и сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. 23-летняя девушка, по нашим данным, в порядке и уже вышла из реанимации. Продолжение следует...